Ох, вот эти вот топорики грейжины. Ниндзя в прошлый раз врывался, там четырех человек добивал-убивал. Красиво, у него уже есть. Давайте вспоминать, что было. У нас ситуация очень сложная. Да, мы освободили один регион. Играючи после этого отбили два террора. На третий, к сожалению, решили не лететь, потому что были мега важные миссии по определению объектов. Звание советника кратно повышает шанс обнаружения. А рядовой ни о чем, оптимальный сержант, он четыре раза эффективнее, чем рядовой. Блин. Ну что ж, готовы ли мы к террорам? А кто у нас там? Подождите, это же ниндзя там у нас в этом регионе. Блин, это ниндзя! Да? Да. Ой, беда. Ой, беда. Главное не расслабляться. Материалы дособирать не буду, потому что все равно деньги я не буду планировать на эту миссию. А моя задача эти деньги поставить на ретранслятор. В том месте. Вчера поиграл в оригинальный босс, попытался порезать мутон, он парировал, дал в ответ, будь осторожней. Ну так, это же понятно. Сначала ему нужно дезориентировать. А потом уже можно резать. Метро! Это эвакуация! О-о-о-о! И ниндзя там. Ё-пэ-р-с-а-тэ! Короче, мне нужны рейнджеры с дробошами, с магнитными. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы помните? Вот клипчик, где она волну пустила. Это было метро и та же самая инициация. Нас будет много, но нам нужно бежать вперед и всех убивать. Потом подкрепы бесконечные. Вак и попу... А-а-а-а-а! Так, собираем материалы. Лейти на черный рынок лучше. Сколько тебе нужно? Тебе нужно два дробоша купить. Магнитных. Может, действительно ей леммингов поподставлять, учитывая... То какая задача в этой миссии? Мы в целом убивать не должны людей. Так, что здесь? Есть ли проход? Я не узнаю вообще это место. Похоже, прохода нет. Снайп у нас в этом... В этом месте. Лемминги с лазерным оружием. Тратят ли сейчас бегом или нет? Скорее всего, нет. Абверс с магнитной пушкой. Сразу выставляю его. Так, маскировка где у нас? Маскировка есть. Побежали так. Бегом. Да нет, я думаю, что бегом лучше делать... Один заряд все равно бегом. Лучше делать тогда, когда... Тебе нужно будет досократить до первой пачки врагов. Поэтому... О, артобстрел есть. Смотрите, в любую точку. Можно 5-6 урона закинуть искрой. Сперед леммингами не стоит этим... Ну, дальше, чем я ездил разведку. Очень опасно. Очень опасно, друзья. Сейчас появляется герой. Подкреп он у нас в спине, что ли? Нифига б себе. И впереди пак вижу. Мутона вижу на экспе. На респе. Милишного. С змеей, как минимум, одной. Ой, самый жесткий босс. Борьба за выживание. После получения урона добавляет 2 брони. Меньше урона от взрывчатки. Хромовники наносят хороший урон. И сверху надо бахать. Движущаяся цель. Ответка. Пробивает. Метит. Противоответного. Блин. У меня, может, не будет времени, чтобы ее реально убивать. Так, видим, здесь раз, два. Там три, четыре, пять. Две змеи и милишный мутон. Сиктоит. Ой, четыре человека здесь. Два пака там. Твою налево. А что так много у вас? Блин. И сразу стрельба по хромовнику. Концентрация. Защита. Минус. Повезло, что промахнулся. И справа пак. Вы издеваетесь? Откуда так много врагов-то? Блин. Да как так? А что началось-то? Десять человек активно, вы чего? Ладно, начнем с тех ходов, которые гарантированные. Снайп стреляет. Ну, как бы, я тут ничего больше не сделала. Бронебойными патриками по мэку. Надо пытаться пользоваться зелком. Я думаю, что именно он будет срывать оверы. Для того, чтобы получить ранение. Для того, чтобы... Причем, до сюда я добегать уже не могу. То есть, как бы, надо. То есть, зелот должен ворваться куда-то сюда. Хотя он может, на самом деле, холод пустоты сделать на одного. И при этом ворваться. Давай холод пустоты сюда, на хранителя адвентом. Раз. Десять закончилось. С какого перепугу действие закончилось? Тьфу ты, блин. Никакого лишнего. Погнали, раз. Я понимаю, да, я понимаю, что тут. Хорошо, повезло нам максимальный урон. Еще снимаем овер. Повезло нам. Спасибо, фонтамбор. Сам аркоман в углу изображает эпилептический припадок. Минус. Да, там есть один. Хорошо, этого мы добиваем. Да, погнали. Да, я понимаю, что я без кавер, но у меня будет неуязвимость. Я сейчас метким выставом могу более жесткого попробовать добить. 96, 84. Не факт. Рисходим. Хорошо. Минусы и неуязвимость. Бей, беги. Есть возможность скинуть гренку сверху или занять более толковую позицию. Тут здесь пытаемся его прокоцать, но... Есть. Максимальный урон выполнен. Два леминга. Молодцы, справились. Потому что я отсюда, возможно, уже уйду. Потому что... Давай бросок-то пара раз. Потому что там змея мне не нравится. Царапина. Додж 12 сработал. Класс. Приказ. Зерыч, приказ. Неплохая тема. Зерыч, приказ. Хорошая тема. Он может сюда ворваться, двоих убить, и самое главное у него инерция будет. Вот. Давай-ка приказ. Ему нужно заряжаться. Ему нужно ставить... Ну, восстанавливать защиту. Ему нужно убивать людей. Вот так вот. Погнали. Раз. Сразу много всего хорошего. Этого добиваем. Второго коцаем. Убиваем. Минус два. Инерция. Концентрация плюс два. И крепость установ... Встаем здесь. Один за всех. Бах. Хорош. Так, у тебя что? Мутону можем, кстати, отравить. Руки молнии. Два выстрела. Тут еще босс. Убита шесть. Активно восемь. Мимо восемьдесят девять. Я буду стрелять по Мутону, естественно, Берсерку. Раз. Это травим мы его. Два так же стреляем по нему. Хорошо. Еще гренка. Ну, право мы режем, этих дезориентируем. Сейчас проверим флэши-то как. Семь девять. Нет, вроде урон не поменялся. Хотя семь девять. Поменялся. То есть я мэка убиваю. Не трать, а билка я имею ввиду. Ой, хорошо. Уже половину убили. Два лута там в одном месте. Так, пристрелка. Можно подойти ближе. Массового там нет. Массового нет. Надо подходить ближе. Ты ориентировочно иди резать. Щитоносца раз. Хорошо. Волна. Откуда волна? Мне же говорили, что волна заряжается. Ну, понятно. ГГшечка сейчас. Никого не убила? Кто-то мне рассказывал, что волна заряжается. Минус Лемминг один. А Лемминг. Подставленный Лемминг работает. Молодцы. Пока живем. Сейчас еще Мэг самое главное. Это-то скорее всего будет... Это мимо? Да, хорошо. Меня Мэг беспокоит вот этот вот артиллерист. Он на фулл подошел, что ли? Не, не на фулл. Ой, снайпер. Леху ранили. Сюда вкидывается, врывается точно зелот. Скорее всего, вот так. Ну, по-троим урон, представляете? Раз. Два крита. Восемь урона. Как по нормальному противнику. И полный заряд. Борьба за выживание. Она перешла. Здесь есть верный выстрел. Этого буду спасать. Мершим нужно спасать еще Леммингов. Правильно? Меткий глаз. Давай. Помогаем нашему. Слабенько. Этих надо вытаскивать. Ну, побежали, побежали. Леммингами дальними просто бежим. Потому что гранату кидать смысла никакого нет. Мы только будем раззадоривать ее. Обилки заступника все старые. Там что-то с консолью нужно делать. Я уже говорил, что не буду это делать. Потому что есть риски, и я не хочу рисковать. Так, давай-ка сюда поставим. Ниндзя попробует добить эту змею. Правда, тогда заступник... Понятно все. Заступник непонятно, зачем пришел. Кипец. Но осталось три человека. После того, как этого убьем, останется двое. А, нет, все. Осталось после этого... Да, двое. Раз, два и босс. Соответственно, здесь мне нужно делать протокол восстановления для того, чтобы меня не тиснули Леху. Вайпером. Ой, молодец. Остается два человека. Причем я должен подходить все-таки. Я должен здесь прятаться. Овер здесь не поможет. Толку больше нет, да? Ладно, Овер может как-то по триггерам поможет. Время молиться по поводу босса. Убивает Лемминга. Хорошо, ничего страшного. Лежит. Но это не будет работать. Отравление срабатывает. Попадаем. Режет. Хорошо. Борьба за выживание. Блин, мне сейчас нужно от нее разбегаться вообще. О, нифига себе. Он поднимает уже по три зомбаря этот жесткий. Ой, какие по три. Он всех зомбарей поднял. Ну, ниндзи на него сейчас побегут резать. Это понятно. О, и подкрепа уже идет. Не, надо забивать на героя. Пофиг. Просто пытаемся уйти отсюда нафиг. Просто пытаемся уйти. Это раз. Пробуемся кто это подрезать. Раз. Это два. Девять человек просто не из ниоткуда. Ну, семь. Все. Сейчас надо поднимать лут. Оставлять ему одного лейминга. И всеми остальными убегать. Ну, потому что впереди еще жопа. Впереди подкрепы. Впереди... Два эвака. Нафиг нужно. Все, бежим на эвак раз. Кого подставлять будем? Вот этого оставим. Да не убью я их. Его. Понимаете? Дуплет, не дуплет. У нее пять армора. Она сейчас после каждого моего действия начнет резать людей. Отходи на полхода. Овер на нее. У нее молниеносный, как и оверы. Хотя попал. Несмотря на... Может, у нее не молниеносный? Может, не молниеносный? Да я боюсь еще, что она волну сделает. И боюсь, что мне подкрепы задавят. Поэтому я не хочу следовать этому интересному плану, предложенному от экспертов по непроверенным данным. сейчас специально назад отойду. Самая страшная миссия вообще. Самая страшная. из терроров. Я не сделал вредителя. Ой-ой-ой. Ну, правда, мы отсюда уже ушли. Она отравлена. И все? А, борьба за выживание как триггер сработала. Не-не-не, она еще не ходила. Вот сейчас сходит. Грянка дезориентирующая. А может, не дезориентирующая? Слепота? Не видит. Режет в меня рейнджера. Слепота. Что за слепота? Не вижу ни хрена. Ну, как бы логично. 10-4. Следующий подкрепок в ближайшее время не будет. Пытаюсь эвакуировать леммингов. Чем раньше я их эвакуирую, тем раньше появится следующий вак. Да, пошла резать лемминга. Месть. Убили мне лемминга. Ну, его и должны были убить. А если бы его не убили, было бы хуже. Все. Мы спасли мирных. Сейчас уходим на следующий эвак. Мне нужно четыре хода продержаться. Выходит мэг и... Ничего не делает. Подкрепок следующий уже идет. Представляете? Там стоит два человека. Три хода. Надо вредителя юзать. У меня нет вредителя. Есть. Задерживаем на один ход. Абюра 100% выводим. Он любой выстрел ловит и до свидания. Видимо, подлечиться тоже. Так, что же делать? Искру надо подставлять немножечко для того, чтобы она броню убила у мэка. Мэка надо пытаться в этот ход ушатывать. Ушатывать ее неким. Я могу кинуть... Хлыстом ударить. Бонусный урон. Кто там еще был? Гранатометчик справа, кажется, да? Зелком в целом влететь можно. Ничего страшного ну, как бы не должно быть. Потому что ему и на ранение пофиг. Да, вижу псионика. У него так и так, как бы, инерция. Он может отступить. Здесь бы тоже раненый потихонечку отходил. Ниндзи тоже не хотелось бы врываться. Да и я бы в Окспирм отошел. Потому что раненый, потому что там гранатометчик подожжет и все. Два хода держатся. Она уходит в инвиз. Псионик добежал, но не успеет. А, там не гранатометчик, там обычный, просто стреляет по искре. Хорошо, нормально. И... Все, уходим на... Уходим, уходим на... Прямо уходим, уходим. Все, кто может, уходит. Все, кто не может, уходит. Открепы все больше и больше. Они становятся жирнее с каждым ходом. Уже по четыре. Мне кажется, ей еще нужно будет вот как раз этот ход потратить, чтобы до меня добежать. Фомбай, привет. И еще подкрепы. Мастер, фомбай. Фомбай, 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 фомбай. Крыша едет. Где у нас спец, пожалуйста? Можно спеца сюда и подлечиться немножко? Не, ну что, в целом у нас есть ранение у двух рейнджеров. Обидно, но что ж поделать. Ждем ее. Ход последний. Все телепорты подкреп и точнее. Жалко, что приходится по ним стрелять. Блин, это вообще. Опыты не дают за них. Исчезающий ветер. Вроде ушли, ребят. Похоже, что ушли. Да. Это первый раз из трех, когда я эту миссию прохожу. Лак. Да какой лак, че? Какой, к черту, лак? Правильное решение, что не надо было босса трогать. Оставить нужно лейминга одного, что бежать вперед. Вредительство тоже помог нам. Все закономерно. И тем не менее, не очень довольны результатом. Мы, конечно, не подкормили, не выдали никого в плен и спасли наших. Ну как спасли? У нас минус где-то четыре человека здесь в убежище. Ну, никого не потеряли из главного состава. Только два средних ранения. Кажется, два. Больше там нет. Ну, снайпер, собственно, и два рейнджера. Потеряно пять все-таки. У нас в убежище сейчас будет семь человек, семь или восемь. Надо, скорее всего, сейчас возвращать бригаду на проникновение туда вот влево основную ту миссию, которую мы выбрали с вами. Ну что, 8-14 дней. Ниндзя Фразака берет мясорубочку. Ультраконцентрация топовый модуль. Планшет адвента хорошо. А, у меня же террор еще. Что-то я... Подожди, надо еще сейчас отправить. Я что-то думаю, ситуация стабилизировалась. Конечно, нет. Конечно, нет. И босс. Причем, босс убийца. А, нет. Босс убийца. О, сразу на возвышении. Для снайпа очень хорошая позиция. Очень хорошая позиция. То есть, что мы делаем? Мы делаем приказ, естественно. Нет, мы делаем протокол сканирования раз, халявный вокруг. Потом скан закидываем куда-нибудь по пути. Рядом никого не обнаружили. Потом делаем, видимо, бегом. заправка. Тут столько взрывов может быть. Так, здесь не конец, здесь не конец. Продолговатая такая длинная карта получается, да? и Чоузен у нас. Так, борьба за выживание. В прошлый раз мы от нее еле свалили в метро, но там была другая миссия. Меньше урона от взрывчатки получается в защите при уклонении против ответного. пробиваем броню, помечаем цель. Хромовники хорошо ее жгут, бьют. И пошла. Еще три пачки должно быть по идее здесь вокруг где-то. Я ХЗ где? И вот он пак. Четыре человека минимум подбегают. Ракетчик Мэг. Мэг капец бронированный. И еще одна пачка справа. Ну, понеслась. Причем здесь пять человек, а не четыре. могут в спину пострелять. И еще один пак. И крысы убивают мирных. Ты че? И эти пулятся. Фулл хаос, я понял. Это самый простой пак. Так, а вот и жара. Нормально, нормально, нормально. Не из такого справлялись. Мэг можно сломать с неплохой вероятностью. Так, хорошо. Варианты. 14 человек, 14 человек разом. Пошел уже этот у меня кашель. Надо как-то очень грамотно разделиться. Прямо очень грамотно разделиться. Выстрел. Да, начинаем с БСП. Тяжелый гранатометчик Адвента. Офигеть, как же, как много у него жизни, как мало я урона наношу. С критом получше, конечно, да. Раз. Врыв тот самый логичный под двоих узелка. Если мы отталкиваемся от идеи максимального урона. надо врываться сюда. Погнали. Раз. Хорошо. Концентрация. Здесь фланг может быть. А, фланг один, потому что ты за кавером уже стоишь. Тут еще двое. вставлю так под полу укрытие человека. Тяжелый гранатометчик 75. Пытаюсь его попасть критануть. Попал, но не кританул. И делаем, скорее всего, сразу выстрел веерным. И даже по длинному этому луку. А, потому что ооооооой, там же бронька была. Ну давайте протокол нападения с места по Мэку. По крайней мере, мы у него снесем значительную часть жизни. И еще где-то босс, блин. Да дюжина врагов! Сейчас такое начнется. Дерентация. Да, сейчас разваливать меня будут. С богом. Дезориентирован. Дернется Зилот, его должен убить. Эти горят. Остальных Зилот здесь должен... Ооо! Она лезет на Зилка. Он мажет мясорубочкой и по ней неукротимость. Концентрация увеличивается для Зилка. Это бонус. И еще. Вот он, офицер, дезориентированный. Стреляет по фулл каверу. Попадает. Царапины. Вот это вот опасный товарищ. Потому что он может все, что угодно здесь делать. Сбомбит. Лемминги еле выжили. Ракетчик. Не понял. Стреляет. Мимо 45. Хорошо. Я забыл про ракетчика. Есть крыска еще, да? Сейчас Зилот продолжает получать урон. Метка на него. Держится. Какой же он там злой Зилот. Этот назад и куда? По Зилку. Держится. Мясорубка по-ближнему. Улетел. Красиво. Этот уходит. Снова Мясорубка. Вообще. Я больше никогда не буду играть ни за кого, кроме Зилков. Пробили. Держимся. О, я уже могу копию сделать. Я могу щитом на халяву ударить. Но для начала штурмовика, наверное, да? Ну, я не готов убийцу убивать. Надо. Халявное действие. И ход закончится, да? Ну, 100% в крит, но у него такое количество здоровья, что, кажется, нам не удается его убрать. Пока убиваем остальных. А этот сразу действовать может. И тоже со сплэшем? Да ладно. Ну, погнали. Раз. Что это было? Я закрываю. Че, какого хрена? Он просто исчез, и все. Он в нашем возрасте сразу не действует. Посмотрим, что здесь. Так. По прямой бежать до подключения. Ну, потому что она... Ей нельзя цели хреновые подставлять. Так, мясорубочка. Этот же может что-то сделать, да? Плангануть, убить. По кому-то пострелять. Так и делает. Че-то я недооценил, на самом деле, его. Мне ломают рейнджером. Присел напомнить побегом. Ну, сейчас уже абсолютно неактуален. Бегом. Очевидно. Уже нечисто. Я далеко нечисто все делаю. Так. Я буду ждать ее на овере. Заряжаю зелком. Мне сейчас нужно каким-то макаром подлечить его. Берсом. Лечение есть у штурмаша. Я даже специально подведу его под штурмовикам. Ну, у узелка еще есть, но он занят, видите. У спеца еще есть, но он тоже занят. Пытаемся берсом восстановить. Разве у нее нет легкого? Легкого нет у него. У нее есть штраф по... Ну, в смысле, ты хуже попадаешь. Снаппа, скорее всего, оставим. Бои, он тут вообще неясно, как действовать. Откуда она выйдет, как она будет стрелять. Еще разок. Блин, снайпа, этого надо тоже вводить нафиг. Ну, потому что убийца. Ну, потому что убийца. Мне его нужно добивать. Желательно еще верным выстрелом. Так, чтобы не было проблем. На следующий ход. Подсокращать. Отхожу на поближе. Отхожу на поближем. Надо. И где она? Лемминга бьет. Легкий шаг у него все-таки был. Или из-за невидимости такая хрень получилась. Много этих будет. Вижу псиоников. Так, эти довольно далеко. Так, что побегом? Побегом и не достаем. Надо подойти на половинку, потом бегом. Там дозелка достаем, хорошо. Бегом. Так, далее. Какие у нас варианты? Во-первых, посмотри, что у нее есть. Видишь, что я буду добавить в защите. Не-не-не, она... У нее нет молниеносных рефлексов. Сокращаю по максимуму раз. Как мне ее... У нее снимать? А вдруг волна реально? Вроде нет у нее еще волны. Я на это. Зилот подходит под нее. Ну, если там есть волна... То это беда. Ну, все, и овер им. Время молиться. Волна. Не, мясорубка. Да, волна сейчас будет. О, это ГГ. Это ГГ. Она уже зарядилась. Ей хватило одного удара, чтобы зарядиться. Нет, борьба за выживание. Нормально. Волна. ГГ-шечка. Кто там говорил, что ей нужно заряжать этот скилл? Блядь, никогда нельзя за советчиков таких слушать. Капец. Просто. Типа, она не сделает волну, пока не сделает там три удара. Вот. И главное, хрен найдешь твоего человека теперь. У меня два уже. Блядь, я просто... Ну, это... Это что такое вообще? Разрываю броню. Да нет, здесь надо уже ее пытаться убивать. Она сейчас будет зелка брать. Ну, а кто еще может танковать, кроме него? Вообще, бестолковые некоторые люди. Просто бестолковые. Нет проблем, босс. На прошлом террорина без удара полном пустыне. Да. Да. Нужна еще одна гренка. А у меня зилот уже как бы такой. Если они будут стивилизировать, меня тут украдут. А у меня нет. копию пантаковать ну как вы выбирать будете что что будет копию ставить хода нет он сделать следующий удар не выносит а нет трупа но вот отсюда вот вытаскивает мне нет еще рейнджера для того чтобы дуплет сделаться один рейнджер умирает нельзя оглушить нужно кидать еще одну грянку для перед тем как начинать наносить рон сделала там я видимо делаю один за всех дальше кидаем еще одну грянку ну броню надо снимать ну дальше надо оооо еще раз а почему я так мало ей урона наношу 3 4 дебошер четыре клетки от нее понятно стабилизация бирса значит не надо было так делать один герой посмотришься видолец поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает она боссов нельзя узнать обилки по типу высасывания жизни не знаю откреплите они сорвут все оверы то есть я получается надо на дистанции только моем случае убивать хорошо двух положили блин какая-то страшная трек положили похищение а там еще кого-то убили это снайперы похищают новый пак еще так все пачки видео не закапывается ну смотрите бы я сделать с ней особо ничего не могу сейчас просто в прошлый раз такая классная была такой классный был расклад капец бак отображение все я думаю что бак короче наверное эту миссию переиграю друзьям все на сегодня все я подумаю еще а как-то пи и переиграешь ты не можешь переиграть закрывая но она реально жестко и и близи не убить она волну кидает без разогрева то есть к ней реально не надо подходить просто просто дистанцию держать надо хорошим и не подпускать его к себе все спасибо что смотрели друзья я пойду отдыхать сегодня был очень жесткий трайя каким-то макарем еще выжил но это такое живем очень хреново